Из Санкт-Петербурга будет работать авиационная группа высшего пилотажа «Русь». Посетители Международного военно-морского салона АМДС-2013. Дорогие друзья, наша полётная программа продолжается. Через несколько минут небо гавани Санкт-Петербурга превратится в своеобразную сцену. Нас ждёт воздушный спектакль в исполнении мастеров высшего группового и одиночного пилотажа из старинного русского города Вязьма. Буквально три минуты назад лётчики пилотажной группы «Русь» взлетели с аэродрома Пушкин и находятся на подлёте к пилотажной зоне военно-морского салона. Для нас большая честь выступать в небе города-героя, имя которого неразрывно связано с историей российского флота и авиации. Может кто-то и задаться вопросом, какое отношение Питер имеет к истории военно-воздушных сил. А ведь именно в Санкт-Петербурге в августе 1912 года был учреждён так называемый штат воздухоплавательной части генерального штаба русской армии. Именно тогда и родилась российская военная авиация. Родилась для того, чтобы защищать небо наших граждан и нашу державу. А вас ждёт специальная пилотажная программа, подготовленная лётчиками для международного военно-морского салона. Только не по курсу Мы выпали из лётных наставлений И пусть в дубы бьёмся и холестая В театре билотажных представлений Мы вместе осуществляем Выходит на ось пилотажа Питерской гавани Пилотажный порядок в клип Встречайте лётчиков! Командир и ведущий группы Анатолий Марунько Правый ведомый Николай Алексеев Левый ведомый Михаил Калле Замыкающий Николай Жеребцов И правый внешний ведомый Он ушёл левым разворотом И сейчас ворвётся в нашу пилотажную зону Это наш солист Станислав Дрёмов С третьим солистом Вот он врывается прямо в нашу гавань И приветствуем вас Вот таким покачиванием крыльев Помашите ему ручками Косая петля влево Прямо над гаванью Работа наших пилотажников Всегда отмечалась на самом высоком Официальном уровне В 2007 году Русь удостойна Почётного диплома Международной авиационной федерации ФАИ За огромный вклад в историю развития Мировой авиации На авиасалоне МАКС-2011 Группа награждена специальным призом И дипломом московского правительства За выдающийся пилотаж Это самая достойная оценка Мастерства наших пилотажников Вот они, цветами российского флага Приветствуют Международный военно-морской салон Привет, Питер! Вот такой триколор в небе Санкт-Петербурга Рисуют лётчики пилотажной группы Русь Единственная в Российской Федерации группа Которая выступает на самолётах Л-39 Альбатрос Эти лёгкие реактивные машины Используются в наших военно-воздушных силах В качестве учебно-тренировочных самолётов Памятные события Авиационные праздники Воздушные шоу и международные авиакосмические салоны Пилотажная грудь Постоянный участник этих мероприятий В составе группы во вторых кабинах сегодня летают Юрий Лукинчук И два лётчика пилотажной группы Ваши земляки Александр Алексеев и Геннадий Терехов Аплодисменты землякам И конечно же нашему солисту Который фиксированные почки делает сейчас на оси пилотажа Станислав Дрёмов Касая петля вправо Кстати, о Геннадии Леонидовиче Терехове я ещё расскажу отдельно Поверьте, это того стоит рассказать об этом в нашем начальнике штаба эскадрильи А у нас солист Станислав Львович Дрёмов Мастер спорта высшего пилотажа Работает в небе самого лучшего в мире города Самого красивого города-героя Ленинграда Санкт-Петербурга Браво, Дрёмов! Инженерно-авиационное обеспечение эскадрильи возглавляет Виктор Алексеевич Гурченков Команда, возглавляемая им, это те ребята, благодаря которым сегодня все здесь летают Без них самолеты не поднимутся в небо А руководитель полётов в зоне показа в прошлом Легендарный ведущий нашей пилотажной группы Евгений Валентинович Гурчанов Именно он против Русь подъемом и флагом Советского Союза Представляет авиацию великой страны за рубежом Сегодня он с земли помогает своим лётным братьям Поаплодируем Валентиновичу, вот он здесь руководит полётами А у нас Русь выполняет петлю Нестерова Ошибся, это подарок, это роспуск фонтан Привет, Питер, вот такой рисунок в небе Расписала пилотажная группа Русь Из старинного русского города Вязьма И такими виразами лётчики уходят на сбор С доброй памятью вспоминаем, как мы здесь работали на IMDS 2011 Тогда самолёты ещё были в другой раскраске Которую когда-то сделали на заводе аэроводоходы в Чехии Где производили эти самолёты Когда наши ребята выступили в Чехословакии Это вызвало настоящий шок И чехи покрасили самолёты со своим дизайном А у нас к солисту врывается опять же в пилотажную зону И делает вираж на бочке Поверьте, крайне это сложно Вираж сам по себе вираж Бочка это бочка Делает бочку на вираже Что говоря, по-простому дорогого стоит, это очень сложно Станислав Дрёмов Прошлый подполковник военно-воздушных сил советской страны Учил летать иностранных лётчиков на некогда секретной авиабазе Средней Азии Кант Его воспитанники сегодня летают на всех континентах Ну за исключением Антарктиды И даже возглавляют военно-воздушные силы некоторых стран Вот такой энергичный ввод, перегрузка на вводе Шесть единиц Лётчик, если хотите, весит около полутонной в лётном снаряжении И выполняет петлю Нестерова Про Петра Николаевича я ещё сегодня расскажу пару слов Про великого российского лётчика Про уход левым виражом Сегодня Русь переживает второе рождение После многих лет прошедших под вопросом быть или не быть Группа возродилась и активно выступает вот на пяти самолётах Практически отработана пилотажная программа шестёрки альбатросов А в недалёком будущем, я думаю, мы вспомним, что когда-то эта команда называлась Пилотажная эскадрилья Русь Вот такая восходящая бочка Браво, Дрёвов! В своё время группа выступала в составе десяти бортов Фактически в небе работала целая эскадрилья И мы верим, так и будет И лётчиков, и самолётов будет больше В небе замечательные машины Л-39 Конечно, по сравнению У Л-39 своё почётное место в истории военно-воздушных сил А у нас справа Ромб пилотажной группы Русь Встречаем ещё раз, машем ручками нашим лётчикам Петля Нестерова Дорогие друзья, буквально через три недели, 27 июля Мы отметим, не только мы, а именно все авиаторы мира Столетие со дня выполнения этой фигуры Петром Николаевичем Нестером Великим русским лётчиком Тогда наживался этот элемент Который считалось, что никто не сможет сделать Пётр Николаевич его рассчитал И выполнил Это была мёртвая фетля Благодарность всеми, от всей мировой авиации Сегодня эта фигура носит имя Прославленного российского авиатора И сегодня фигуры высшего пилотажа Называют именами наших отечественных лётчиков Кто не знает Хобру Пугачёва Знаменитую фигуру, которая получила имя Прославленного лётчика-испытателя Героя Советского Союза Виктора Георгиевича Пугачёва Колокол, который мы сегодня видели И ещё, по секрету скажу, увидим Анатолий Николаевич Мочин Выполнял и учил тех же иерусских витязей И стрижей Как выполняется эта фигура Косая петля влево у нас Браво, Вязьма! Молодцы, ребята! Вы смотрите, какая красота у нас в небе Вот такие росписи В небесах славного города героя Рисуют лётчики авиационной группы Высшего пилотажа РУС А у нас солист вот так На низкой высоте врывается опять в пилотажную зону И выполняет бочку Перевёрнутый полёт Глядя на то, как Станислав Львович Дрёмов расчерчивает питерское небо Так и хочется сказать, процитировать немного, извинив эту фразу Знаменитого, величайшего поэта мира Уроженца того, кто здесь жил Айда Дрёмов, айда сукин сын Аплодисменты нашему солисту А сюда возвращаются ребята из пилотажной группы РУС Анатолий Марунько, Николай Жеребцов Николай Алексеев Михаил Калле Геннадий Терехов Александр Алексеев, Юрий Лукинчук Смотрите, какую красоту рисуют в небе Как говорил маэстро в известном фильме Боя до плени старики Новинка сезона Пилотажная группа РУС Из Вязьбы Демонстрирует фигуру с однокоренным названием Вязь Вот какой рощерк в небе И тут же наш солист врывается сюда слева С левым виражом На предельно малых высотах работают наши летчики Замечательная машина Л-39 Летчики любят и уважают этот самолет Для большинства из них Л-39 Школьная парта С которой лежалась дорога в небо Ведь у большинства авиаторов Будто строевое ПИО Или за случайный летчик-испытатель В первой строчке освоенных типов самолетов Стоит замечательная Л-ка А у нас петля в петле Еще один сложнейший элемент Вот петля Нестерова На таких минимальных дистанциях Летчики друг за дружкой выполняют петлю Петля Нестерова Военные летчики знают, что такое МВМБ Это маневренный воздушный бой Вот это неотъемлемый элемент подготовки к боевой работе Учись военному делу настоящим образом Тяжело в учении или по бою Говорил Александр Васильевич Суворов Этим не занимаются в Вязге Там готовят будущих авиаторов Те, кто придет в военную воздушные силы И готовят весьма прилично Л-39, легкий штурмовик Который является одним из лучших и самых массовых самолетов в своем классе Альбатрос разрабатывался чехословацкой фирмой аэроводоходы В рамках программы Вот что вытворяет этот учебно-тренировочный самолет На высоте, ну я вам скажу, ниже нам строят корабли Браво, Трема! Но мы с ним говорили Не будет он пролетать под мостами Как когда-то Валерий Павлович Чкалов Здесь сделал Не хочет Станислав Львович повторять эти подвиги И садиться на гарнизонную гаубахту города Санкт-Петербурга Которая находится на Садовой Поэтому по пределу работает Но в рамках дозволенных пилотажной программы И в рамках, опять же, норм безопасности Для машины такого класса самолет имеет весьма приличные летные характеристики Максимальная скорость Л-39-750 км в час Скороподъемность более 20 метров в секунду Альбатрос способен подниматься на высоту 11 километров Длина разбега и пробега 530-650 метров соответственно Практическая дальность 1100 километров Максимальная эксплуатационная перегрузка 8 единиц Да, мы вынуждены признать, что те ребята, наши братья, которые работали сегодня Ихние характеристики гораздо выше Но поверьте, кстати, перед русскими летчики Руси испытывают не меньше А у нас вот такие вольца В следующем году они 5 в Сочи Мы, конечно, говорим, что можем сделать 5 олимпийских колец в небе олимпийского города Но пока выполняем вот таких 4 кольца Некоторые обвиняют нас или подозревают В такой вот суперкреативной рекламе одного немецкого автоконцерна Не буду называть его, но все прекрасно знают На решетке радиатора такой машины заражены 4 кольца Опять же говорят, что нам подарили такие машины Это неправда Мы даже их не ждем А то, что делаем в небе, заслуживает просто аплодисментов Браво, Вязьма! Молодцы! Из-за нагрузки высшего пилотажа Русь Привет, Питер! Нашей страны Слава летчикам! Слава авиаторам! России! Дорогие друзья Смотрим в небо и готовим всю имеющуюся в наличии оптику Пока готовится эта визитная карточка Михаил Калле и Станислав Дремов выполняет фигуру с названием таким вот Которая в такую жаркую погоду мы часто думаем о вентиляторе Есть еще воздушный вентилятор Михаил Калле вот вращается вокруг линии полета Станислава Дремова Как мы его называем? Самый невозмутимый летчик Наши пилотажные группы Если музыканты поймут такой своеобразный небесный Ричи Блэкборд Свои соло рисуют с абсолютно невозмутимым выражением лица А вот обещанная визитная карточка Дорогие друзья, милые девчонки и прекрасные дамы Летчики эскадрильи Дарят вам свое сердце Свою душу Вот оно произведение пилотажного искусства Сердце пробитое стрелой авиационного амура Пилоты дарят вам свое сердце Принимайте подарок! Анатолий Марунько, Николай Жеремцов нарисовали Вот такое сердечко И два авиационных амура Николай Алексеев и Геннадий Терехов Стрелой пробили Несложнейшей подготовки и летного мучения Стал не просто летчиком А пилотажникам экстра-класса Именно экстра-класса У нас здесь встречные бочки В исполнении Михаила Калле И Станислава Дрюмова Авиатором, выполняющий высший пилотаж В составе группы полетов в мире всего Буквально две сотни Поплодируем нашим замечательным летчикам И, конечно же, вашему земляку Геннадию Терехову А в это время Летчики выполняют заход на петли И дальше выполняют то, от чего в свое время Чешские авиаконструкторы схватились за головы Никто в Чехословакии, да и в нашей стране Проектируя эти самолеты Не мог предположить Что учебно-боевой самолет Учебно-тренировочный Л-39 может сделать колокола А наши вон синхронные делают Скорость 100 50 Скорость 0 Браво, язва Скорость колокола Если кто-то скажет, что это неуправляемое падение Это неправда Это самый сложный элемент работы пилота Удержать самолет в несходящем движении Скорость снижения на киль От 10 до 20 метров в секунду До сих пор Большинство боевых Боевых строевых самолетов Иностранных военно-воздушных сил Этот элемент пилотажа Сделать не могут А наши на Ми-29 Су-27 И вот опять же я повторюсь невероятно На Л-39 Выполняют Образно говоря, звонят колокола в небе России Вызывают просто восторг и восхищение Браво, авиационная группа мощного пилотажа РУС Максимальная эксплуатационная перегрузка 8 единиц Данные, данные, но откровенно говоря То, что вытворяют на этих небольших машинах Вяземские летчики Просто достойны уважения, восхищения И, наверное, в первую очередь удивления Даже восходящие штопорные ручки У нас там в Вязьмина на аэродроме Выполняют на таком вот самолете Пилоты работают на предельных режимах Знаете, если посмотреть видеосъемку внутри кабины Во время пилотажа видно Как активно пилот работает руками и ногами РУС, ручка управления самолета РУД, ручка управления двигателя Педали Но самое главное Летчик должен работать головой Каждое движение должно быть выверено В 2 миллиметра Это не шутка Безопасность программы Самый главный ее элемент А принимайте еще один подарок Вот прямо на нас заходит авиационная группа Высшего пилотажа РУС И будет тюльпан Распуск начали Браво Вязьму Какая красота Аплодисменты пилотажникам Анатолий Марулько Николай Жеребцов Михаил Калей Николай Алексеев Геннадий Терехов Александр Алексеев Юрий Лукинчук Пилотажная группа РУС Два земляка Сегодня здесь работают Питерцы Штурман эскадриль Александр Алексеев И начальник штаба Легендарный Геннадий Терехов На всякий случай Геннадий Леонидович Такой вот уникальный человек Покорил И Южный полюс И Северный Летчик Представляете Добрался В Калининграде Костроме Магнитогорске Ярославль В Великом Новгороде И Казани И много-много-много Далеко не полный Перечень российских городов Где выступления Пилотажной команды Из Вязьмы Сопровождали Бурные овации Благодарных зрителей Самые теплые воспоминания О прошлом Военно-морском салоне АМДС-2011 Поаплодируем и мы Мастерам Групповой Воздушной акробатике Брат В прошлом году Военно-воздушным силам Нашей страны Исполнилось Сто лет По меркам истории Первый в мире Самолет Был сконструирован И построен Российским Морским офицером Александром Федоровичем Можайским И поднялся В воздух он На 20 лет Раньше Детища Американских Братьев Мы помним Что в свое время Сказал царь Александр Третий У России Только два союзника Это армия И флот Впоследствии К ним добавились И военно-воздушные силы Сегодня Как и в те далекие годы Наша страна Сильна своей армией Сильна флотов И конечно же Сильна Россия Своей авиацией Здесь в Питере Это мы увидели Самым непосредственным образом Еще раз спасибо Анатолий Маруйко Николай Жеребцов Михаил Колес Станислав Дремов Николай Алексеев Юрий Лукинчук Геннадий Терехов Александр Алексеев И конечно же Спасибо вам Дорогие друзья Спасибо Питер Давайте пожелаем Всем кто ходит По морям и океанам Традиционные Семь футов Под килем А тем кто летает На самолетах Тоже традиционное Пожелание Пусть количество взлетов Всегда совпадает С числом мягких посадок Да и всем нам Дорогие друзья Обязательно Мирного неба А работу летчиков Для вас сегодня Озвучивал Сергей Соков И Николай Анисимов Спасибо Аплодисменты Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok